Добро пожаловать на наш канал! По другим данным 21 ребенок, усыновленный российский ребенок, который погиб в США за последние 20 лет. Павел Астахов, нынешний уполномоченный по правам ребенка, говорил о том, что в год сейчас усыновленных детей российскими семьями гибнет от 9 до 15 человек. В год. При том, что статистика усыновления сопоставима. Только недавно, последние лет 5, в России начали принимать детей-сирот в семьи больше, чем отдавать за рубеж. Несколько лет назад прозвучала еще более страшная цифра. 1220 детей, усыновленных в России, погибло с 1991 по 2006 год. Понятно, что эта статистика не учитывает детей, которые выходят из детдома 18 лет, получают жилье и становятся жертвами какого-то криминала, который борется за это жилье. Эта статистика не учитывает детей, которых сейчас, и это тоже довольно частый случай, усыновляют в России для того, чтобы получить пособие. И дальше неизвестно, что с ними происходит. Алексей, вопрос к вам. Насколько эти цифры резонны для того, чтобы принимать какие-то санкции в отношении Америки, Финляндии, Евросоюза? Насколько действительно ситуация там катастрофична по сравнению с тем, что происходит в России с усыновленными детьми? Ну, известно, что за 20 последних лет Соединенные Штаты Америки, граждане Соединенных Штатов Америки усыновили около 100 тысяч российских детей. И известно, что 19 детей погибли. 19 детей из 100 тысяч усыновленных за 20 лет? Да, это официальная статистика. И также известно, что, например, за 2009 год 2,5 тысячи российских детей, переданных на воспитание в наши российские семьи, на усыновление, под опеку, в приемную семью, подверглись жестокому обращению. Это только выявленный случай. Понятно, что факты жестокого обращения, они достаточно латентны. И 60 людей, которые взяли, российских граждан, которые взяли детей в семью, на усыновление, под опеку, они привлечены к уголовной ответственности за то, что дети погибли или детям причинено вред здоровью. Это только за один прошлый год. Поэтому говорить о том, что в Америке ситуация ужасающая и что Америка представляет какую-то угрозу для наших детей, это, конечно же, с моей точки зрения, абсолютно необоснованно. И если мы переживаем за то, что происходит с нашими детьми, усыновленными в Америку, необходимо создавать определенные механизмы контроля за тем, как им живется. Эти механизмы, они понятны, они имеются. И в том числе это соглашение, которое было ратифицировано и вступило в силу для Российской Федерации с 1 ноября текущего года, оно как раз позволяет проводить этот мониторинг. И более того, предложен еще механизм создания специального некоммерческого партнерства, которое бы позволяло нанимать адвокатов, допустим, из числа американских адвокатов, которые в случае жестокого обращения с нашими российскими детьми, которые сохраняют российское гражданство как минимум до 18 лет, уже находясь у усыновителей в Америке, чтобы эти адвокаты могли при необходимости защищать интересы этих детей. Однако вот этот механизм создания такого некоммерческого партнерства, он пока подвешен. Поэтому я считаю, что мы должны стоять на позициях Конвенции о правах ребенка, которая четко говорит, что каждый ребенок, это основополагающее право каждого ребенка иметь, имеет право жить и воспитываться в семье. Я правильно понимаю, что вот это соглашение об усыновлении, оно и дает возможность нам как-то следить, как сама Екатерина Лахова говорила, проводить мониторинг состояния, что происходит с детьми. Да, это соглашение, оно готовилось почти два года. При его подготовке задействованы были многие наши федеральные структуры, это и Министерство иностранных дел, Министерство образования, МВД, Минюст, ФСБ, которые, в общем-то, вычищали это соглашение, сверяли его пункты с американской стороной. И оно в конечном итоге было внесено на ратификацию в Государственную Думу и было поддержано всеми фракциями. Оно было поддержано буквально вот в июне месяце. И поэтому для меня непонятно... Это уже не первый случай, когда Дума отыгрывает назад принятые несколько месяцев назад законы. И с моей точки зрения, это, в общем-то, некий такой ответный удар. Со статьей от левите в уголовном кодексе, в общем. Да, совершенно непонятно, как можно использовать детей. То есть я считаю, что акт Магнитского, к нему можно по-разному относиться. И мы знаем, что во внешнеполитических делах часто используются какие-то случаи, когда, допустим, одна страна объявляет своих дипломатов другого государства, там, персоны и ноногранта, значит, другая страна принимает ответные действия. Но в этих случаях нельзя использовать детей. То есть мы не можем прикрываться детьми. Это просто низко и подло. Ирина Дмитриевна, мы услышали аргументы Екатерины Лаховой. Судьба детей, которых усыновляют американские граждане, дальше для нас темный лес, проконтролировать это мы никак не можем. Судьба российских детей, которые остаются в детдомах или которых усыновляют те или иные семьи, ну, вот у нас на это есть министерства, ведомства, которые всем помогут, все обеспечат, вот только бы выделили бюджет. Насколько это все похоже на правду, по вашему мнению? Ну, вы знаете что, честно говоря, не поверю, что нельзя наладить мониторинг как в собственной стране, так и за рубежом. Для этого нужна элементарная политическая воля, желание это сделать и вообще очень простые процедуры. И мне кажется, что, опять же, я не подвергаю сомнения, да, вот Газпролахова много лет этим занимается. Но, знаете, есть такой эффект, когда люди долго, вот в политических вещах иногда все так увлекаются, что как бы суть дела немножко забывается. Значит, вот все говорят про список Магнитского, немножко все забыли про самого Магнитского, человека, который, между прочим, начал бороться с коррупцией и погиб при загадочном обстоятельстве в тюрьме. И для меня, например, это не просто личная трагедия, что сам себе ужасно. Это вообще ужасный прецедент. Знаете, у нас право ведь не прецедентное, а вот бесправие прецедентное. И это страшный прецедент, знаете, как в народе говорят, от суммы и тюрьмы не зарекайся. Потому что поясняется, что любой человек, как бы он ни облечен властью, могуществом и так далее, может оказаться в этой ситуации. И то же самое, да, все сейчас увлеклись этим законом Диме Яковлево, немножко забыв о конкретных детях. Вот о тысячах детей, у которых появляется шанс быть усыновленными, да, и получить какую-то путевку в жизнь. Но, несомненно, могут быть издержки. Но, вот мы слышали статистику. Получается, в нашей стране ужаснее усыновить, да, то есть последствия для детей значительно. Но, кажется, почему-то никого это не волнует. Это, мне кажется, странное представление, по принципу, наши дети, вот хотим сгноим, а хотим, значит, осчастливим. Да, вот мне кажется, что изначально все попадают в такой порочно-магический круг традиции, где, собственно, человек как-то мало значит. Он всегда приложение каким-то, я не знаю, там, престиж страны, государственным интересам и так далее. А мне кажется, престиж страны, это не отвечать, там, сам дурак, да, на какие-то акции, а вообще-то на самом деле. Это же и детей выставлять. И детей выставлять, да. Мне кажется, это важнее понять глубину трагедию проблемы, которой нам досталось в наследство, да, от предыдущего периода жизни. И поставить все на кон, что мы детей должны спасать разными способами, общественными организациями, конкурированием каких-то интересных программ развития. Понимаете, а получается, все интересные вещи, это как моя няня говорила, вот, истинная Ирина Родионовна, это такое перенесение порток на другой гвоздок. Давайте мы из одного министерства в другое переведем, переведем бюджет отсюда сюда. Но мы же прекрасно понимаем, что суть от этого не изменится, и отношение к детям, и к людям тоже не меняется автоматически. И я хочу честно сказать, раз уж в наше время все стали говорить о морали, у нас почему-то мораль пошла в сторону, вот, юбки какой длины, вот, должны быть, да, и вот еще раз говорю, вот, замечательно же, проще ставить, там, 12+, 16+, давайте дебатировать о мультфильмах, можно их смотреть или нет. Может быть, усилие церкви, в конце концов, государства, вот, пойдет разговор, если говорят о семейных ценностях, вот, как могут родители бросать своих детей, чтобы у нас было такое количество детей в детдомах. Это говорит о морали в обществе. А мы будем заниматься, можно ли показать голую грудь на экране или нет, да? Вот, мне кажется, может быть, переориентировать усилия общества вот в эту сторону. Спасибо. Татьяна, а давайте попробуем услышать то, что нам говорит Путин, и то, что говорит Единая Россия. Вот представим себе на минуту, что у них, ну, в их словах есть доля истины. Пропаганда, значит, здоровой семьи, то, что Владимир Владимирович озвучил в президентском послании. Три ребенка на человека – это норма. Сбережение нации, солженицинский термин. И, ну, действительно ужасно, когда детей, дети попадают непонятно куда, забывают о том, что они вообще из России родом, не могут говорить на языке и, ну, в общем, попадают в какую-то совершенно чуждую среду. Допустим. И все-таки, вот, вы, ну, вы видите какую-то минимальную пользу, минимальный смысл в том, что нам говорила сейчас, допустим, Екатерина Филипповна. Вы верите в то, что оставив всех детей здесь, можно каким-то образом наладить их благополучное существование? И что для этого нужно сделать? Я вместе с вами, Юрий, с удовольствием всегда ищу какой-то, хотя бы, какой-то крохи смысла в том, что делают люди у нас сегодня власти. Просто захочется исходить из презумпции того, что они не хотят зла. Безусловно, у меня, например, вот прекрасно. Есть благонамерение, мы знаем, мастится куда дорога часто, да? Нет, хорошо, да, совершенно верно. Вот конкретный пример про Владимира. Я не знаю, чем закончится сейчас призыв Владимира Путина рожать по трое детей. Мне кажется, это тоже... Да, чтобы пополнять, видимо, дома. За неделю пока ничем. Что-нибудь опять не получится, скорее всего. Но в свое время повышение, действительно, бюджета, дотации с бюджета людям, которые опекают, берут под опеку в семью ребенка, повернулась, насколько я знаю, человек, в общем, тоже в благотворительности уже 10 лет с фондом созидания. И я знаю эти случаи, я не могу, конечно, там назвать это какой-то там Костромской, отдельно там это какой-то губерния, где все это происходит. В Дулканской все хорошо, как мы выяснили. Да, вот, но есть другие губернии, где, например, в связи с этим появились реальные случаи. То есть люди живут настолько бедно и плохо, что они придумали такую, извратив этот закон и, ну, как бы, для себя, под себя его подстроив, они стали отказываться от ребенка. То есть пишется отказ. Потом ты этого же своего ребенка берешь себе под опеку. И получаешь за него пособие. Какой ужас. Это достаточно большие деньги в Москве, например, это 15 тысяч рублей на ребенка, плюс еще какая-то, по-моему, в Московской области это меньше. Видимо, дальше это еще меньше, но это все-таки получится больше. То есть, в принципе, было прекрасное, благое намерение расформировать детские дома. Правда, там много людей осталось без работы, очень хороших, видимо, и качественных. Вот, и всех детей раздали там под опеку, люди нашли какой-то выход. То есть это я к тому, что, Ирина, я с вами абсолютно согласна, что с моралью у нас действительно все далеко не самым лучшим обстоит образом. Но при этом еще вот Алексей здесь очень правильно, не помню, это было в эфире или нет, затронул вопрос, что семьи, которые каким-то чудом умудряются усыновить ребенка в нашей стране, которые уперты в этой идее, они абсолютно не готовятся никем и никак. Как они подготавливаются? И после того, как... В Соединенных Штатах, насколько я знаю, семьи, которые подают заявку на усыновление, в необязательном порядке проходят некие курсы. Здесь у нас вроде бы, по идее, должно быть это, но в той же самой истории, когда Владимир Владимирович, по-моему, я не помню, или Дмитрий Анатольевич, кто-то в свое время предложил вот эту историю, расформировать детские дома, в общем, тоже существует некая статистика, что 60% детей потом обратно сдали, потому что люди были неподготовлены и ненаучены, и не умели с ним обращаться. Может быть, Государственная Дума на это обратит внимание, может быть, мы... То есть я бы хотела сказать, что да, мы видим эти благие намерения, но если они не срабатывают, признайте свою ошибку, сделайте что-то по-другому. Спасибо, Таня. Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут, и если у присутствующих здесь есть вопросы друг к другу, то вы вправе их задать. Если таких вопросов нет, я так понимаю, что, в общем, позиции наши приблизительно... Дебаты как-то не состоятся у нас в троём. Вы такой плачь Ярославный тут коллективный оказался. Да, ну а что... Я бы так сказала. Нет, на самом деле, конечно, нам с Ириной, в общем, мы представляем, есть масса вопросов, которые я с удовольствием спросила бы у Алексея. Вот давайте поговорим сейчас с Алексеем, буквально через пару минут, сразу после рекламы. Мы продолжаем дебаты на дожде. Мы обсуждаем сегодня поправки, предложенные Государственной Думой, которые, судя по всему, на этой неделе очень быстро будут приняты. Поправки, смысл которых в том, чтобы запретить гражданам США усыновление американских детей. Язык не поворачивается. Язык не поворачивается. Не поворачивается, чтобы запретить американских гражданам усыновление российских детей. У нас в студии Ирина Прохорова, Алексей Головань, Татьяна Лазарева. И, собственно, все эти поправки начались с... Поводом для этого стал известный случай с мальчиком Димой Яковлевым, усыновлённым американской семьёй, который погиб в машине от жары, будучи забытым отцом, и после чего суд оправдал отца полностью. Вы наверняка в курсе этой ситуации больше, чем наши зрители, может быть, даже, чем все здесь присутствующие. Почему настолько, ну, как бы, либерально подошёл к этому делу суд? Почему отец был оправдан? Есть ли в этом проявление русофобии? Ну, как бы, в чём там собака зарыта? Никакой русофобии нет. Дело в том, что по статистике в Америке ежегодно происходит от 15 до 25 таких случаев, когда родители забывают своих детей в машине. Это может быть чудовищно, но, тем не менее, это происходит. И в Америке есть такая судебная практика, что считается, что это несчастный случай. В 60% случаев вообще даже не возбуждаются уголовные дела. И считается, что наказывать родителей в уголовном плане, это для них, как бы, меньшее зло, нежели родители бы сами мучились от того, что они с этим теперь будут всю жизнь жить. И вот буквально за 5 дней до того, как произошёл случай с нашим ребёнком, с Димой Яковлевым, аналогичный случай произошёл совсем недалеко от этого места, когда американский папа также забыл своего ребёнка, американского ребёнка в машине, тот тоже погиб. И если в отношении усыновителя Димы Яковлева возбуждалось уголовное дело, но в суде он не получил реального срока наказания, то в отношении отца, который за 5 дней до этого произошла ситуация, там даже уголовного дела не возбуждали. То есть это считается таким, как бы, ошибкой памяти. Вот у них есть такой термин в Америке, ошибка памяти. И вот такая, к сожалению, практика сложилась, что вот они так к этому относятся. Поэтому сказать, что это вот такое преднамеренное, какое-то нехорошее отношение именно к нашим детям, к российским, это совершенно неправильно. То есть на один такой случай с российским ребёнком приходится 20 случаев в год. Да, да, ежегодно происходит. И причём такие ситуации, к сожалению, происходят не только в Америке, они происходят по всему миру. И поэтому вот здесь можно к этому по-разному относиться, но тем не менее такая ситуация, она имеет место. И я не думаю, что её нужно рассматривать как какой-то повод. Есть другие случаи, например, с Ваней Скорбогатовым, когда там его усыновитель и папа истязал, и в результате этих истязаний он погиб. Вот и папа-усыновитель получил незаслуженное такое суровое наказание, то есть достаточно мягкое наказание. Это более, может быть, случай, который бы подходил бы с тем, чтобы разбираться и говорить о чём-то. Вы знаете, я сейчас стояла и думала. Знаете, вот на самом деле, мне кажется, когда скоропалительно принимаются какие-то решения под удачную политическую конъюнктуру, вы знаете, всё напоминает замечательный старый анекдот, что посадили картошку, выкопали, потому что есть хочется. Дело в том, что боюсь, что проблема в том, что до сих пор у нас все политические действия носят вот такой эффектный характер, нам нужно сразу какой-то результат. А работа с детьми требует долгосрочных. Ещё в этом случае нам нужно явно перевести стрелки. Да-да-да, и найти виноватых. Вот Америки, если бы не было Америки, её надо было бы придумать. У нас теперь ведь замечательно, у нас во всём это Америка. Во всех наших проблемах теперь, значит, снова, как и в старые добрые времена, вот верно-то Америка, это очень удобно. То есть мы не будем разбираться с делом Магницкого, хотя все имена, фамилии, суммы украдены из бюджета названия. Да, наш Магницкий, что мы хотим всем, то и делаем. Да, это не ваше дело. У меня вот другой вопрос. Я вот сейчас думаю о том, что если, знаете, как-то удивительно, что никто не хочет знать реальное состояние страны, потому что эта реальная картинка не очень сочетается с идеей, значит, величия абстрактного. Если бы набраться как-то смелости и реально посмотреть ситуацию, что вот очень низкая мораль в обществе, да, действительно, детей бросают, покупают, обратно забирают, материнский капитал тоже используют часто в ненужных целях, а может быть, я поставила радикальный вопрос, а может быть, не надо сейчас закрывать детские дома, а может быть, развивать вокруг детских домов арт-терапию, у нас, например, этим совсем никто не занимается, а это сделать, вот Министерство образования, и не обязать его развивать это, например, да, как специальный вид деятельности. Например, я совершенно знаю, что некоторые мои знакомые, у которых дети больны, например, аутизм, который очень важен, нету практически, нельзя найти ни специальных школ, ни специальных врачей, которые серьёзно этим занимаются, а в других странах это уже, по сравнению, методика. Может быть, нам начать с этого, что пусть, ладно, вот, увы, да, в ближайшие годы в детских домах всё равно будут дети, поскольку их бросают. Значит, с одной стороны, давайте работать над моралью, а с другой стороны, давайте с этими детьми работать, и, может быть, потом самим образом, да, количество детей в детских домах будет сокращаться. Я в качестве вот так вот, да? При этом у нас за последние годы возникло огромное количество благотворительных организаций. Именно. Волонтёрское движение. Причём, которые, опять же, зажимаются, вместо того, чтобы понять этот опыт. Да, нам сообщили, что сейчас, что надо ещё разобраться, вот если выходят на болотную, да, вот с теми не надо иметь дела. Ну, понимаете, да, вот сейчас мы вот такими скоропалительными акциями, мы просто загубим то, что даже наработано в течение 20 лет, значит, пробы, ошибки и так далее. И вот, правильно, господи Аллахова, надо объединяться, да? Но я как-то, например, не очень вижу, что есть желание, например, пригласить экспертов из благотворительных организаций. Вот завтра будут слушания, кстати, по закону о благотворительности. Это тоже очень важная история, которая тоже требует достаточно широкого освещения. Да, понимаете, как мы автоматически берём разные разработки без адаптации к реальным условиям, потому что нам хочется видеть такой красивый, да, облик сценической страны. А если посмотреть на реальность, можно найти массу эффективных способов и в течение 15-20 лет решить целый спектр проблем. И масса людей готовы этим заниматься. Причём, да, готовы, огромное количество волонтёров готовы работать где угодно. Благодарительные организации, несмотря ни на что, этим занимаются. А у нас всё сводится к тому, что государство опять берёт на себя груз, сжимая общество, и оно не справится с ним, потому что невозможно все эти проблемы решать государственным, федеральным образом. Не доверяя собственным гражданам. Не доверяя собственным гражданам, да? Мы всё время под подозрением, что мы что-то не того хотим, понимаете, да? И это, опять же, печальная традиция. И мне кажется, неплохо было бы с этим вообще начать бороться. Тань, а вы с вашим опытом благотворительности, вы чувствуете какую-то поддержку властей? Вы чувствуете, что это кому-то нужно, что вам пытаются помочь, что-то подсказать, облегчить вашу участь? Ну вот как бы Ексена Филипповна Лахова сейчас произнесла много очень правильных слов, да? Но вот есть люди, которые действительно работают с детьми, с больными детьми, с детьми-сиротами. Как бы, что там в Министерство социального развития-то бежать? Вот они. У вас есть какой-то опыт на эту тему? Ну, такие люди, безусловно, есть. Есть очень честные люди, которые работают в детских домах и готовы там свою жизнь класть на этих детей. И есть люди, которые готовы усыновлять и больных, в том числе детей, к себе в семье. Но никакой государственной поддержки этим конкретным людям, которые выполняют свою миссию правильно, да? Никакой поддержки. Это даже глупо вообще об этом говорить сейчас. Только одно ужесточение, которое приводит к тому, что в какой-то момент у каждого человека, который занимается благотворительностью, у него просто опускаются руки, потому что он видит, что всё, что он делает, это просто какая-то капля в огромном море, которой кроме него никто не занимается. И если, например, одну единственную проблему с обеспечением, не знаю, детей в детских домах зимней обувью, государство может решить одним щелчком, не знаю даже чего... Кстати, это решает не государство, а благотворительность. С начала 90-х годов просто люди жертвовали личные деньги. Я и говорю. И обеспечили, и прекрасно. Так вот, поддержите эту инициативу. Да, в том-то и дело, что почему-то этим занимаются люди, которым это довольно трудно. Ну, как бы, это огромное усилие, хотя это может решиться всё абсолютно властными структурами и очень легко. Потому что, опять же, несмотря на все разговоры, государство не может и не готово делегировать полномочия своим гражданам. И поддержать их. Вот это, я бы сказала, печальная традиция тоталитарной государственности. Я боюсь, что это главная проблема решения очень многих проблем. Простите, я запуталась, да? Это главная проблема в решении, разрешении вот таких конфликтов. Ну, вот сейчас мы будем действительно принимать запретительные законы. Всё запретим, а дальше начнётся, как мы знаем, как всегда. Будет прорывать в какие-то... Есть у нас ещё две минуты буквально. Я хотел бы у режиссёров спросить. Мне один короткий вопрос и, по возможности, короткий ответ. Вот мы говорим о морали, да? О моральной катастрофе, которую постигло российское общество. Может быть, ответ на все вопросы кроется в том, что, собственно, а почему американцы так хотят брать к себе российских детей-сирот? Что им деньги некуда девать? Вот в чём цифры усыновлённых детей американскими сенями и российскими до последних лет были абсолютно сопоставимы? Что ими на самом деле движет? Что в их моральном климате такого, что заставляет их ехать через полсвета и вытаскивать каких-то больных, несчастных, полуживых детей из российских детских домов? Что отличает их от нас? Не только российских, да? Они берут из Китая, да? Вообще из многих стран неблагополучных. Ну, во-первых, многие хотят действительно иметь больше детей, по каким-то причинам они это не могут сделать. А потом, знаете, вот тут, мне кажется, и есть некоторая мораль, да? Это некоторый такой очень важный внутренний импульс помочь ближнему. У нас много говорится пышных слов, а на самом деле никто не верит. И спросите ли вы у благотворителей, может всё время предъявлять претензии, а что вы с этого имеете? И зачем вам нужно это делать? Люди как-то совсем не представляют, что есть такие, вообще-то высокие чувства, я не побоюсь таких слов, да? Что есть большое количество людей, для которых это важно, это часть их личности и достоинства. Помогать ближним. Ну, это немного более высокий уровень развития, в общем, общества, мне кажется, к которому мы медленно, но всё-таки идём. На этой оптимистической ноте хотелось бы закончить нашу программу, но поводов для оптимизма на самом деле не так уж много. Однако, судя по всему, эти поправки, предусматривающие запрет на усыновление российских детей американскими гражданами, будут довольно стремительно продвигаться через Государственную Думу. И, наверное, никто из нас не знает, как можно на это повлиять. Но мне хотелось бы сказать одно в завершение, что вообще вот эти игры с детьми, они очень опасны. И выставлять детей в качестве вот такого живого счета и в качестве аргумента во внешнеполитических спорах, это очень опасная игра. Вот не дай бог, что случится с какими-то российскими детдомовцами, которых могли усыновить иностранные граждане, но не сделали этого. Как потом, господа депутаты, будут смотреть в зеркало, и как потом они будут спать по ночам. Вот этого я не очень понимаю. А если инициировать подписи, скажем, хотя бы отодвинуть? Тогда это нужно делать очень быстро. Отодвинуть хотя бы, да? Пусть это после праздников начнутся дебаты, где общественность может выступить. Может быть, хотя бы, скажем, на дожды инициировано было подписи, собрали бы подписи под письмом, чтобы просто не принимать этот закон. У нас есть буквально день-два на то, чтобы этим начать заниматься. Я уверена, что это поддержит. У меня вся лента в Фейсбуке, натурально, вот я вышла сейчас час назад оттуда. Просто 80% очень обеспокоены этим законом. Я думаю, что обязательно нам нужно донести это мнение до Государственной Думы. Спасибо. В голосовании зрителей «Дождя» побеждает Ирина Дмитриевна Прохорова. Спасибо всем участникам сегодняшнего эфира и Екатерине Лаховой, которая высказалась по телефону Татьяны Лазарева, Алексея Головань, Ирина Прохорова. Будем надеяться на лучшее. Пусть лучше бы выиграли дети, честное слово. Пусть лучше бы выиграли дети. Спасибо вам. Следующие дебаты на «Дожде» в понедельник, через неделю в 23 часа. Меня зовут Юрий Сапрыкин. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.